Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Тепрое образование, позитивный экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи по скайпу. Сегодня химик Григорий Молев. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я поясню, что наш гость выходит к нам из Канады, где сейчас 7 утра, поэтому мы очень благодарны вам за то, что вы встали в такую рань. Обычное дело для меня. Да, звоните нам по телефону прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, пишите в WhatsApp 230-6191. Также можно звонить нам и не из Латвии, код страны плюс 371 присоединяйтесь. Да, начнем мы с Алексея Навального, российского оппозиционера, потому что, как известно, берлинские специалисты заявили о том, что его отравили веществом из группы «Новичок», и наличие «Новичка», в частности, подтвердили и три независимые лаборатории. Вот сотрудники фонда борьбы с коррупцией утверждают, что Навального отравили еще в номере отеля ядом, и был он на бутылке. Возможно ли это? Ну, конечно, это ничего такого. У яда замедленные действия, он не сразу убивает. Нужно время, чтобы от того момента, когда он попал или на кожу, или даже если его кто-то выпил, он должен сначала пройти через все, так сказать, барьеры, пройти в кровь, и потом даже в крови еще какое-то время, пока он впитается и прореагирует со всеми жизненно важными, так сказать, путями. Это может занять несколько часов, а может и больше. Да, но как это возможно, если никто не пострадал вокруг? Ну, если таргетировано было на бутылке, и больше эту бутылку никто не трогал, значит, больше никто вокруг не пострадает. Это же не газ, это на самом деле или гель, а может даже и какое-то жесткое вещество, которое внутрь подсыпали, и я деталей не знаю. Да. Ну, если говорить все-таки о действии, потому что есть ли механизмы, которые замедляют действие ядов для того, чтобы он действовал не сразу, а через какое-то время. То есть, это химики тоже, поскольку мы как-то с вами на эту тему говорили о том, что кто-то создает лекарства, кто-то создает боевые отравляющие вещества для того, чтобы они убивали людей, это страшно, конечно. Но если посмотреть на это с точки зрения химии, то есть, это можно замедлить, чтобы яд работал не сразу, а через сутки или даже через две сутки. Абсолютно. Этого можно достичь несколькими путями. Можно сделать такую молекулу, которая будет медленная форматка кинетика, так называемая, то есть, которая будет медленнее идти уже внутри организма. Можно сделать так, чтобы молекула была сама, как бы снаружи, не очень ядовитая, но при попадании в тело становится и более ядовитой, которая, если она реагирует с какой-нибудь другой молекулой внутри организма уже, и потом активируется таким образом. Я даже слышал какую-то версию, что это был бинарный яд, что это было два компонента, которые уже соединились даже внутри организма, такое тоже может быть. Опять же, мы очень мало пока знаем. Дело в том, что новичок – это же не какое-то одно вещество, это вообще-то даже не вещество, а новичок – это вообще-то проект. Проект советского развития этого оружия массового поражения, нервопаралитических веществ, и под этим проектом проходило сотни, а может даже и тысячи веществ. Мы знаем только часть, которую нас сообщил миру Вил Мирзаянов, который там работал и уехал потом на Запад. А то, что было после того, как он уехал, он не знает. А как это, кстати, классифицируется, когда говорят о новичке? То есть, как можно определить, что это вещества из группы, из проекта «Новичок», учитывая, что о многих из них широкая общественность не знает? Как это вычисляют, что именно этот проект? Да, это проект, но под этим проектом, опять же, это известно в основном только от Мирзаянова. Несмотря на то, что нет одного класса веществ, зато есть несколько классов. Есть несколько классов веществ с очень определенными особенностями. Вообще-то, нервно-паралитические вещества, они все очень похожи, особенно если не химик смотрит, он между ними большой разницы не увидит. Особенно на центре, который главный, это фосфиноксид с несколькими группами вокруг. Это во всех случаях. Но именно у новичка были впервые использованы некоторые, как это, фичерс, некоторые особенности, например, связь фосфорозод. Например, некоторые боковые, дальние группы, это такие разветвленные, на рожки похожие. То есть, даже если там, например, все остальные группы совершенно другие, то по этим параметрам, например, фосфорозод, вот эти рожки или какие-то еще вещи, которые могли сохраниться на молекуле, даже уже когда она была введена в организм, это все можно усуверенность утверждать, что это именно новичок, потому что никакие другие известные нервно-паралитические вещества такие фичерс, такие особенности не имели. Но в чем отличие новичка и вещества из проекта новичок от VX газа, например? Это же тоже фосфорорганик, как вы понимаете? Ну вот я говорю, например, у VX у него связь есть фосфор-сера, и нету фосфор-фтор, а у новичка есть фосфор-фтор, как у Зарины, но есть особенный фосфорозод, который нету ни у чего больше. Ну вот опять же, у некоторых новичков, и если, например, новичок, которым считается, был отравлен бизнесмен Киливидий, в 90-е, у него вообще не было фосфорозода, но его формула тоже всплыла. Вот если какие-то были вещества из этого класса веществ, тогда, возможно, у них были бы какие-то проблемы утверждать, что это именно новичок. Хотя там тоже были вот эти вот рожки сбоку, если я правильно помню. А что за рожки? Что вы имеете в виду под этим? Есть особенности, которыми не работает больше никто. Судя по всему, эти особенности дают какую-то... А, вот почему. Дело в том, что новички... Одной из целей вообще создания этого проекта было в том, чтобы обойти законы запрета химического оружия. То есть, чтобы можно было сказать, что прекурсоры для этого вещества, это вообще-то очень похожие прекурсоры для, например, пестицидов каких-то. Или, возможно, инсектицидов. Каких-то вот веществ, которые используются в сельском хозяйстве. И путем синтеза вот этих вот деталей, которые, можно сказать, что они для сельского хозяйства, получается новичок. И вот, возможно, вот эти вот хвостики, они такие вот специфические не только для новичка, но и для каких-то еще пестицидов советских. Поэтому, в общем, bottom line, как бы, можно сказать, что есть. Есть особенности, по которым можно определить, если никто не заморачивается для того, чтобы это скрыть. То есть, можно там что-то еще напридумывать, чтобы был совершенно новый какой-то агент. Но в данном случае, очевидно, это не так, потому что сразу же определили, как только первые детали структуры были определены. Вышла Меркель, она PHD по химии. Она знает, как работают методы анализа. И она вышла и сказала, ребята, тут новичок, никаких highly likely, ничего такого. Ну вот изначально ведь берлинские медики установили, что Навальный был отравлен, и уже только позже сообщили, чем конкретно он был отравлен. Как можно установить факт наличия отравления, если неизвестно само отравляющее вещество? Хороший вопрос. Это больше скорее к медикам. Я больше по химии. Ну, есть какие-то вещи. Известно даже, что Навальному атропин вкололи. В Омске, да. За злоб. То есть, как-то определили, что нужен атропин. Атропин, на самом деле, сам по себе может убить, если нет причин его вкалывать. Я слышал, что есть, например, зрачки, что там суженные или расширенные. Но это медицинские какие-то вещи. Но атропин... Точно определяют такие, так сказать, кондиции. Но атропин можно назвать универсальным антидотом при фосфороорганических отравлениях. Или есть другие какие-то. При нервно-паралитических отравлениях. При нервно-паралитических. Потому что фосфороорганическими можно там просто фосфином отравиться. Там атропин не поможет. А вот нервно-паралитическим отравлением абсолютно универсальная вещь. Потому что это работает так. Нервно-паралитические газы, они блокируют ацетилхолинэстеразу. Ацетилхолинэстераза, она разлагает ацетилхолин. Ацетилхолин, бабка за детку, детка за редку. Ацетилхолин, значит, как работает нервная система, я здесь напомню. Да, пожалуйста. То есть по нервным клеткам идет ток, чтобы сигнал передавать, так? Но между нервными клетками ток не проходит, а проходит химический сигнал. Вот этот химический сигнал проходит с помощью ацетилхолина. Одна клетка вырабатывает ацетилхолин, и он присоединяется к синапсе на другой, на соседней клетке. Таким образом проходит сигнал. Если ацетилхолинэстераза сломана, то ацетилхолин не разлагается. И получается, что сигнал как будто все время активный. И поэтому происходят эти конвульсии, вот эти ужасные явления, и человек задыхается, потому что не расслабляются легкие. А тропин, что он делает, он химически выбивает ацетилхолин из синапсы. То есть он не имеет никакого отношения к тому, что делает новичок, или там ВИКС, или Зарин, или Зоман. Он идет на вот эту вот синапсу, и выбивает туда ацетилхолин, чтобы сигнал мог пройти, чтобы расслабить, так сказать, сигнал, и все начало работать. Это дает время, потому что эти эстеразы, они тоже разлагаются потихонечку, и выводятся, и новые синтезируются. Таким образом можно человека спасти. Ну а сколько времени после отравления есть, для того, чтобы атропин еще был эффективен? И когда он уже перестает быть эффективным? Очень-очень зависит от газа, очень зависит от вещества, точнее, потому что не все они газы. Зарин, я так понимаю, быстрее действует. После Зарина нужно сразу же вкалывать, потому что Зарин, он как бы маленький, он быстро, так сказать, проникает и действует. Новички там и ВИКСы, у них есть чуть больше времени, потому что у них, они больше сами по себе молекулы, хуже чуть-чуть растворимые. Поэтому очень зависит от вещества. А Зарин, он, сказали, что он маленький, за счет чего он действует быстрее? За счет того, что он быстрее растворяется, или каким образом? Да-да, но, смотрите, я вот тут сейчас какие-то вещи говорю, которые исследуют из моей химической логики, они могут быть не на проверку, надо проверить эти слова. То есть я буду говорить там, где я уверен, я буду говорить, что я уверен, здесь я не до конца уверен, но вот как бы просто, если вы посмотрите на молекулы, наберите там в Википедии Зарин, она маленькая, у нее там хвостик изопропильный и все. А у новичка там еще навороты, там два хвоста и там длинная такая цепочка, еще чуть-чуть, и вот это, или там у Викса тоже длинная цепочка. И они, как бы, поэтому они, с другой стороны, они, с одной стороны, не такие летучие, то есть его дичь, тяжелее будет, скорее всего, массово там поражать поля солдатами, потому что он не будет просто в воздухе нормально летать, он будет сразу же падать просто на землю. Но, с другой стороны, или его легче подсыпать на бутылку, или там куда-то, или намазать на ручку двери, а вот как он будет себя вести в организме, опять же, из-за того, что он такой большой, возможно, это займет больше времени, из-за того, чтобы он попал, проник во все ткани, он будет хуже растворяться в крови, то есть будет меньше концентрация на кубик крови, будет какое-то большее время, прежде чем он, так сказать, среагирует непосредственно с эстеразой, как бы, возможно. Ну, опять же, какие-то вещи, я в этом я не уверен, это все надо научно исследовать, но, конечно, надо, по-моему, надо все это исследование вообще к чертой бабушке запретить, и чтобы никто вообще больше с этими вещами не занимался никогда, но, конечно, к сожалению, пока это невозможно. У нас звонок, радиослушатель на линии, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, а почему вот правительство России неоднократно делало запрос в Германию, никаких анализов они не присылают, только все, так сказать, не могут запустить это в нормальное юридическое русло, только идут одни разговоры, но меня, например, больше интересует, что происходит в Красноярском СИЗО. Почему вы про это молчите? Да, у нас химик сегодня на связи. Да, у нас на связи химик, Александр. Задавайте вопросы, пожалуйста, нашему гостю по его специализации. Я так вам вопрос, а не к химику. Почему вот мы, например, не пригласите Леонида... Да, спасибо вам. Да, спасибо. Вот никогда мы не можем удовлетворить наших радиослушателей. Какую бы сему мы ни поднимали, всегда кто-то позвонит и скажет, вы обсуждаете не то, что нужно обсуждать сегодня. Что других тем нет. Да, Александр, звоните в вечерний интерактив после 18 часов, высказывайте свои претензии, в том числе, и мы с вами поговорим. Ну, а сегодня мы говорим о химии, по большей части, а Красноярске ничего сказать сегодня не можем. Ну вот, возвращаясь к теме боевых отравляющих веществ, вот вы как раз говорили о том, что фосфор с азотом, фосфор с серой. А в чем разница? Вот почему используются эти соединения в боевых отравляющих веществах? То есть это для чего делается? В чем разница между тем же ВИКС и новичком в этом смысле? Ну, значит, идея новичка одна, я так понимаю, много разных идей было в том, чтобы сделать, во-первых, из каких-то веществ, которые похожи на прекурсоры для удобрений, чтобы можно было увильнуть от каких-то там этих самых инспекций международных на эту тему, сказать, что это вообще никакого оружия, это все удобрения. То есть в данном случае, возможно, есть какие-то удобрения с фосфор с азотом, кстати, это у меня в голове сейчас не сидит. Но в чем разница в токсичности? Потому что, судя по всему, на то, что касается токсичности каких-то, это тоже проверялось. Я не думаю, что есть какая-то очень большая разница. И есть разница, то есть, например, в статье в Токсиколоджи, как Токсиколоджи Коммуникейшн, если я не ошибаюсь, было в 2018 году, говорилось, что довички в 5-10 раз токсичнее ВИКСа. То есть они, может, даже не знали, что у них получится, когда они это делали, но по праве, когда проверяли там на мышах или на чем они там это проверяли, они увидели, что он токсичнее. Это же не всегда можно точно предсказать. То есть в наши дни, если бы этот проект был не в 80-е, 90-е, а если бы он был вот сейчас, тогда бы им не нужно было синтезировать сотни веществ. Они могли просто через компьютер это все прогнать и узнать, какое будет быстрее реагировать и какое будет лучшее, какое будет жестче, какое будет летучее, какое будет лучше растворяться. Сейчас методики это позволяют узнать за один день просто ставишь структуру там энзима, симулируешь ее на компьютере, и миллионы молекул просто, даже не молекул, а скелетов прогоняешь и смотришь, какой сильнее связывается, в каких местах, и потом уже синтезируешь и проверяешь там 10 молекул вместо 100 и 3000. Возвращаясь к вашему вопросу, в чем разница, ну вот скорее всего, когда это делали, они точно не знали, какая будет разница, а потом уже на экспериментах увидели. Конечно, у них были какие-то идеи, то есть известна структура, известна энзима, там известно, какие у него регионы вокруг вот этого вот места, которые реагируют с ацетилхолином. То есть понятно, как это лучше блокировать. Примерно. Но чтобы было точно понятно, нужно реально просто эксперимент, как это кто-то говорил. Эксперимент – это золотой стандарт науки, и все такое, без эксперимента наука его не работает. Ну вот, не работает. Ну, как писали Стругацкие, в граде обрещенном эксперимент есть эксперимент. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Мы слушаем вас. Мы слушаем вас, вы в эфире. Ну-ка, не могу дозвонить. Да, вы в прямом эфире, уважаемый радиослушатель. Ну, по всей видимости, нас не слушают. Перезвонить, напомню, телефон из 672-12-93-9, из 672-13-93-9 можете до нас дозваниваться, и можно писать нам в WhatsApp 230-6191. Ну вот каждый раз, когда речь идет о таком, скажем так, неудавшемся отравлении, появляется версия о том, что те, кто это сделал, они не хотели убить, а хотели просто напугать. Или покалечить. Да, а что касается напугать или покалечить, можно ли такими веществами, ну, каким-то образом подобрать концентрацию этого вещества для того, чтобы, ну, именно напугать, именно, не знаю, сделать человека инвалидом там и так далее? Нет. То есть, ну как, это по факту то, что происходит, но когда кто-то мажет это вещество или кладет там на ручку двери или подсыпает в бутылку, понятно, что он не может точно знать, какую концентрацию человек примет. И понятно, что не может планировать, что самолет сядет в Омске. И понятно, что он не может планировать, что врачи будут настолько профессиональны, что сразу же догадаются, что нужно именно атропина, а не что-то другое. Как бы я бы эту версию даже не рассматривал. Ну, такими веществами, как бы, потравить очень много есть других веществ, а это вот как бы залость бы должно как раз убивать. Ну, это тут, понимаете, палка о двух концах. С ними это все сыграло самими, как бы, злую шутку, как бы из-за того, что вещество такое вот хитрое. Понятно, что, скорее всего, я надеюсь, на людях его не испытывали особо, кроме тех случаев, которые мы знаем. Я надеюсь, что они не брали там каких-то там солдатиков и не вкалывали им вещество, а провисовет, сколько они проживут. Вот. Если этого не делалось, то, конечно, они не могли знать, что он выживет, и, скорее всего, они на это не надеялись. Ну, надеялись, что он не выживет как раз. Ну, почему, на ваш взгляд, если все-таки отравляющие вещества, в частности, если мы говорим о новичке, то это в первую очередь для покушения на убийство, если используется в отношении людей, то почему тогда все эти попытки проваливаются? Ну, в частности, вот мы знаем яркий пример Сергея Скрипаля, например. Попытка все-таки не была достигнута цель, хотя какая цель была конкретно, тоже непонятна, но все же. Мы, во-первых, не знаем, наверное, много случаев, когда это, может, и сработало, просто мы не в курсе. Мы знаем только громкие эти самые события. Почему со Скрипалями не сработало? Но, опять же, это та же самая ситуация. Куча факторов, которые они не знали. Они не могли знать, что там будет дочка, скорее всего. Не думаешь, они хотели дочку отравить, правильно? Я надеюсь. Они не думали, что они после, когда он потрогает ручку двери, он выйдет погулять и его обнаружат на улице. Наверное, не думали, что он будет дома телевизор смотреть, как едут пенсионеры в Советском Союзе, в России. Если бы это все сложилось так, а не иначе. Он был бы мертв. Какой бы диагноз поставили, сердечный приступ, мало ли, что они там поставили. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Да, мы слушаем вас. Алло? Да, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый. Это Евдокий вас беспокоит. Сейчас происходит огромное массовое отравление человечества на планете. Объясните, пожалуйста, коронавирус к какому химическому элементу относится? Надеюсь, на правдивый ответ. Насколько я могу судить, коронавирус к химическим элементам не относится. Это вирус. Но, тем не менее, что думаете? Да, коронавирус – это вирус. Это не элемент. Не знаю, можно ли сказать, что это живое существо. Скорее всего, тоже тут идутся дебаты. Можно считать вирусы живыми. Но это такая вот частица биологическая, которая паразитирует на клетках и параллельно людей, те, кто с более плохими иммунитетами, с большей предосположенностью, могут по этому поводу пострадать. Вы, кстати, как химик изучали вакцину от COVID-19, которую в России создали. Сейчас она, как известно, не прошла последнюю стадию испытаний, поэтому вызывают вопросы в мировом сообществе. Но, тем не менее, кто-то уже успел привиться. Спутник 5. Оно не только не прошло последнюю стадию. Они же публиковали статью в журнале Lancet с результатами первых стадий. И предъявили несколько, по-моему, десятков ученых подписали открытое письмо и написали запрос в этот журнал Lancet, потому что им кажется, что там есть некоторые опубликованные таблички, а не кажутся нарисованными им почему-то. Я не вирусолог, я в этих делах не очень понимаю, но я почитал, опять же, конечно. Там, ну, возможны какие-то нестыковки, хотя и некоторые вирусологи, которым я доверяю, есть такой, например, Егор Воронин, если вас когда-то захотите проинтервьюировать, очень рекомендую. Он пишет, что такое, в принципе, не обязательно свидетельствует о фальсификации результатов. То есть, возможно, такое могло и само получиться просто. Но, в принципе, требовать результаты – это правильно и нужно. Road data. Все базы данных, которые они собрали, чтобы независимые ученые на Западе, итальянцы, по-моему, и американцы, они могли это посмотреть и посмотреть, приходят ли они к тем же самым выводам, к которым пришли российские разработчики вакцины. Если говорить с вами, как, кстати, специалистом, вы ведь занимаетесь в том числе и фармакологией, и лекарствами, может, меня поправите, но вот если в вопросе борьбы с бактериями человечество достигло больших успехов именно благодаря антибиотикам, то, конечно, есть антивирусные препараты и достаточно эффективные, но, тем не менее, вот такого прорыва, кажется, не случилось. Вот почему? Ну, вирусы – это совсем другая штука. Во-первых, их несколько семей, довольно много, они очень по-разному работают. Есть такие, которые с ДНК вируса, есть вирусы с РНК, есть вирусы с двойной спиралью РНК, с двойной спиралью ДНК. Есть такие, которые кругленькие, есть такие продолговательные. Нет, ну, это я сейчас утрирую. На самом деле, у бактерий просто есть несколько вещей, как бы бактерия – это же клетка тоже, но у этой клетки есть несколько мест, которые очень сильно отличаются от человеческих. Поэтому можно найти какой-то препарат, который будет вот в эти места бить и бактерию таким образом полностью элиминировать, не затрагивая при этом клетки человека. У вируса, к сожалению, ничего такого нету, потому что они настолько разные, они настолько быстро меняются. Тот же вирус гриппа у него каждый год другие особенности оболочки, к которым просто невозможно докопаться никак. Ну, и над этим работают. Я думаю, что рано или поздно что-то таки будет. Может, не такое крутое, как антибиотики. Но антибиотики, вы знаете, антибиотики тоже сейчас уже бактерии вырабатывают стабильность к антибиотикам, резистентность. То есть, с этим тоже есть проблема. Ну, вот как раз Всемирная организация здравоохранения не раз заявляла о том, что главный вызов, который сейчас стоит перед фармакологией, это в частности и то, что антибиотики, ну, получили устойчивость, наверное, в частности к антибиотикам в организме, человек получил устойчивость. Действительно, это такая вот большая проблема сейчас. А как ее решить? Потому что новые антибиотики, как мы знаем, они ведь не создаются. Создаются, создаются. Ну, вот не настолько. Почти в каждом химическом, так сказать, уважающем себя институте есть какая-то группа, которая работает над антибиотиками. Ну, во многих как. То есть там, где я работал, были группы, которые действительно делали новые антибиотики. Это, конечно, очень длинный процесс, пока оно пройдет все разрешения, и пройдет ли это все сложно, как мы знаем. Вот даже с вакциной он сложно долго, пока ее сделают. Но, да, и это действительно большая проблема, потому что, как мы знаем, все эволюционирует, и бактерии эволюционируют, и если их все время бить одним и тем же ядом, они придумают какой-нибудь белок, который будет этот яд разлагать. И в больницах особенно такие бактерии живут, и уже убивают людей. Есть еще, есть к этому другие оригинальные решения. Если пытаются сделать какие-то универсальные антибиотики, которым невозможно сделать резистентность, чисто по теории вероятности, которые бьют бактерию сразу же в трех местах, то есть там просто не будет возможности никакой антидот придумать. Как бы есть такая, и были публикации на этом поводу последние пару лет. Опять же, это не совсем моя специальность, вы сказали, я в фармацевтике. Давайте я расскажу немножко про себя. Давайте. Чтобы вы понимали, какие вопросы мне лучше задавать. Я, значит, закончил органическую химию в Технионе в Израиле, защитился PHD, органическую и металлоорганическую, в том числе по Кремнию. Основная специализация была именно химия Кремния. Потом я делал постдокторат в США и в Канаде более на тему нанотехнологии, полимеров и их самосборки в разные наноструктуры. Сейчас я работаю научным консультантом, помогаю всяким организациям коммерческим в первую очередь писать гранты на разные исследования. То есть коммерческие организации тоже делают исследования. Большая бигфарма, например, разрабатывают лекарства и так далее. Не всегда им это очень выгодно материально. И государство в Канаде, в Ирландии, в Англии, в многих других странах дает некоторые льготы, гранты, чтобы компании вкладывали деньги в исследования тоже, чтобы не только в университетах шло исследование, а чтобы в индустрии оно тоже шло. И я помогаю таким компаниям писать гранты. Я работаю, например, с фармагигантами, как Навартис и Мерк еще несколькими. То есть вот так в общих чертах то, что я делаю. Да, но вот интересно, что вы упомянули Кремний. И как раз мы плавно переходим к следующей теме. Это Венера. И в частности там, конечно, рассматривают возможность того, что может быть жизнь. И как раз ведь рассматривают в качестве альтернативной жизни той, которую мы знаем. Это как раз кремниевые формы. Вот расскажите об этом чуть подробнее. Что это может быть и насколько это вероятно? Кремниевая жизнь. Это да, мечта многих писателей-фантастов. В Стартреке были какие-то кремниевые жизни. У какого-то там Лукьяненко была какая-то кремниевая жизнь. У кого их только не было. Но нет, к сожалению, из кремния жизни пока сложно представить, как бы она выглядела. Все-таки, во-первых, у Кремния, в отличие от углерода, у него несколько особенностей. Кремния плохо очень делает двойные и тройные связи. Потому что, ну, не буду говорить почему, это сложный вопрос. Почему? Но углерод делает, у него, например, есть соединения всякие, там, двойные связи с азотом, двойные связи с другими углеродами, там, бензольные кольца. Все это, все это неотделимые части биологического организма. А у Кремния это же вещи жутко нестабильные, их получают только в пробирке в лаборатории при очень таких условиях инертных. А Кремния при этом умеет делать больше, чем 4 связи углерода, 4 это максимум, Кремния может делать больше, но, опять же, там все сложно с Кремнием. И самая главная с Кремнием проблема это то, что, когда он связывается с кислородом, получается песок, и с песком уже очень тяжело какую-то химию делать. Опять же, надо условия специальные, но вот в условиях таких вот нормальных, спокойных планет, да даже неспокойных, это когда только получается Кремнием связь с кислородом, все, она дохлая материя, ничего с ним не сделать. Вот. Насчет жизни, мы хотим про Венеру уже, да? Да, но мы как раз и рассказывали о своей деятельности, и можно еще упомянуть, что вы идете в блог в Ютубе, и в частности вот там выложили видео, буквально там одно из последних, в котором вы и рассказываете об этом, приводя в пример сериал «Во все тяжкие», но в самом начале у вас, по крайней мере, Да, Волтер Вайт, казалось бы, причем здесь Волтер Вайт. но он, если честно, ни при чем, просто делал фосфин там использовал. Почему решили, откуда вообще вот эти громкие заголовки «Жизнь на Венере»? Да. Там, на самом деле, никакой жизни пока еще не нашли, там пока нашли только молекулу фосфина в атмосфере. Фосфин – это как аммония, только с азотом вместо, с фосфором вместо азота, опять фосфор, PH3 – это фосфин. Фосфином Волтер Вайт отравил своих первых жертв в сериале «Во все тяжкие». Наркоторговцев. Наркоторговцев, да, которые пришли его, это самое, мне кажется, убивать как конкурента. Вот, и поэтому сразу же, о, фосфин, Волтер Вайт, Венера, все сошлось. Ну вот, но почему фосфин – это возможный маркер жизни? Дело в том, можно про это? Да, конечно, конечно. Фосфина, Венера, кстати, как и Земля, считаются, называются астрономами, кажется, планеты с твердым ядром, как это, ну, надо у астронома спросить, Rocky Planets по-английски, каменистые планеты, вот, вот это, в отличие от газовых гигантов, таких как Сатурн, Юпитер. Вот, значит, у таких планет, как Земля и Венера, которые, как Рокки Панетс, у них не может быть, нет, точнее так, нету известных геологических процессов, которые могут генерировать фосфин этот, вот. То есть, вот, очень много этого дела исследовалось, и не, просто нету, никаких, как бы, не могут представить никакого процесса, который бы генерировал фосфин. Единственный процесс, который фосфин может генерировать на таких планетах, это жизнедеятельность, из известных, может быть, из какой-то неизвестной. Вот, это в статье, кстати, в Nature Astronomy так и пишут, мы не уговорим, что есть жизнь, мы говорим, что откуда-то появляется фосфин, и, как бы, из того, что известно нам, это может быть жизнь, может быть, что-то еще неизвестное. Почему считается, что он должен генерироваться? Дело в том, что фосфин, он, как бы, ядовитый газ, для человека ядовитый, но, как бы, сам по себе он не очень долго живет, он будет реагировать в условиях, как атмосферы Земли, такие в атмосфере Венеры, атмосфера Венеры очень кислотная, и она будет окисляться. Фосфор, кислород, связь очень сильная тоже, как мы знаем, кстати, там в новичках, там тоже фосфор, кислород, связь есть. И поэтому, если есть кислород, там всякие кислоты вокруг фосфина, то он будет превращаться, будет окисляться и уходить. Но он все время откуда-то появляется. И предположили, что, возможно, вот он появляется из каких-то микроорганизмов, И говорят, что вы, ребята, посылайте ракету, берите пробу, привозите на Землю, будем разбираться, откуда он там берется. Вот так. Для вас эта новость была знаковой в научном сообществе? Как вам кажется? Конечно. Это было очень здорово, очень интересно. Я же астрохимией не занимаюсь. И когда такую статью пишут... Она, кстати, написана очень скромно, чтобы вы поняли. Я ее читал и получал просто удовольствие эстетическое от того, насколько ребята, которые писали, они писали и без опломба всего этого. Они очень разбирают все эти механизмы, возможные по получению фосфина без биологии. Проверяют все возможные другие газы в атмосфере Венеры, которые могли бы дать похожий сигнал. И все их отметают, что говорят, что нет, это может быть только фосфин. Ну вот, возможно, это диоксид серы, но у диоксида серы должен быть еще один сигнал, которого мы не видим. То есть это не может быть диоксид серы. И вот просто так методически красиво и потом говорят, ну вот такой результат. Еще тут надо заметить, что те, кто это делали, они на самом деле специально искали фосфин именно. потому что они как бы они очень, они еще, они все, этот анализ сделали еще до того, как пошли его даже искать. То есть, когда они подумали, какой биомаркер мы можем увидеть на Венере, который не будет результатом какого-то другого известного процесса, а который будет вот именно возможным сигналом именно вот биологической деятельности. То есть помимо фосфина другого быть не могло биомаркера, да? Слушай, да? Помимо фосфина другого быть не могло биомаркера в данном случае свидетельством. Вот, ну, они вот посчитали, что вот фосфин будет самым надежным. Для Венеры самым надежным. Опять же, я напоминаю, Венера, она Земли отличается там на поверхности там 500 градусов, 470, там свинец плавится на поверхности. А вот в атмосфере там как раз 30-40 градусов Цельсия, то есть такая нормальная температура. Там уже что-то живое может существовать. В нашем понимании живого. Опять же, из-за того, что там очень кислотная атмосфера, то есть там тоже какие-то другие биомаркеры было бы тяжело вероятно обнаружить, потому что они бы очень быстрее быстро реагировали, а вот фосфин реагирует чуть медленнее. То есть там много разных факторов. А, ну еще, конечно, очень важно было найти какую-то такую вот молекулу, которая давала бы этот вот спектральный сигнал, который был бы отдельный от других. Опять же, из-за того, что там куча всего летает, если даже есть какой-то другой биомаркер, который был бы очень точнее про жизнь, но если он совпадает с какими-то там этими кислотами, то его невозможно никак выделить. а вот фосфин, он выделяется, и поэтому они вот на него его таргетнули, и они даже сами пишут, что мы на самом деле думали, что мы ничего не увидим. Это было так побочно, что-то, ну да, проверим. А вряд ли мы увидим. То есть, на удачу, да, они так сделали? Как? На удачу, да, такой был? То есть, это элемент случайности? Они так и пишут, так мы вообще-то думали, что мы ничего не увидим и пойдем дальше. А тут бабах. И сигнальчик, причем такой толстенький. Ну, опять же, для человека, который не знает, он может толстеньким не показаться, но вот, например, на Земле, в земной атмосфере фосфина на несколько порядков меньше, чем они обнаружили в атмосфере Венеры. Там тоже мало. Там 20 молекул на миллиарды других молекул. Но на Земле его еще гораздо меньше. Но на Земле фосфин вырабатывается благодаря анаэробным бактериям и благодаря вулканической деятельности. Как я понимаю, вулканическая деятельность это минимальный вклад все-таки в это. Потому что Венеру тоже рассматривались, есть ли там вулканы, но говорят, что так много просто фосфина не могут они. Ну, да. На самом деле, на Земле я помню, что вулканическая деятельность на третьем месте, на первом месте человеческая деятельность. Ну, это искусственное происхождение. Да, искусственное происхождение. Как бы всякие там исследовательские лаборатории. Химики какие-то сияют там, что-то делают себе. Вот. Неважно. Ну, да. На Земле несмотря на то, что его делают специально там для разных там нужд и бывают, и случаются утечки, все равно в атмосфере его очень мало. А вот еще на Земле он, кстати, насколько я понимаю, он будет медленнее реагировать, чем на Венере из-за того, что там такая вот кислотная атмосфера. Он на Венере будет быстрее, но тем не менее его больше. Как бы такой хороший знак. Ну, кстати, он ведь обладает очень неприятным запахом, да, фосфит как раз? Я не нюхал и никому не советую. Вот как вот Breaking Bad Уолтер Уайт там потравил наркоторговцев. Ну, правда, я должен сказать, что Breaking Bad это был такой художественный вымысел, потому что ту химию, которую он там делал, он красный фосфор наливал в кипящую воду. Никакого фосфина не получится. получится там фосфорная кислота и что-то еще. Тоже токсичная история. То есть, это сделано для того, чтобы очень эффектно показать, какой он крутой и все такое. А там, к сожалению, химия там не очень. Вот. Во все тяжкие. Ну, там 50-50. Там что-то хорошо, а что-то плохо. Вот, кстати, первая серия, тогда, раз уж мы заговорили о Breaking Bad, там, помните, в ванной они в кислоте кого-то растворяли и потом пробили. Вот его же и растворяли. Так его растворяли. которого они фосфином отравили. А в чем? Это серную кислоту они сделали там? Нет, вторная. Вторная? И почему она? Она действительно могла вот так вот разъесть все? Или это тоже в художестве? Нет, не могла. Вот так. Разоблачили этот сериал. То есть, это они переборщили там немного все-таки? Ну, нет, так быстро и так сильно нет, не разъело бы. Это был бы ужас и кошмар, но нет, не разъело бы. А что касается суперкислот, у нас, правда, очень мало времени остается. У нас нет времени больше. Ну, мы пригласим Григория Молева. Я еще хотел с вами о Стивене Кинге поговорить, потому что под куполом там они использовали суперкислоту для того, чтобы его прожечь, но не смогли. Но об этом, я думаю, мы поговорим уже в другой раз. Григорий Молев был с нами сегодня на прямой связи. Да, Химик из Канады был с нами на прямой связи. Благодарим вас. Всего доброго и до свидания. Спасибо.